За два года до кончины, 2 июня 1997 года, Вениамин Бабуров передал коллекцию работ в Одинцовский историко-краеведческий музей. Через 20 лет этому событию посвящена выставка, открывать которую приехали друзья и ученики мастера. Семья Столлеров, в кой родился Вениамин, переехала из Гжатска в Москву. Желание стать художником и голод привели мальчишку в студию великого Василия Бакшеева. Закончил отделение живописи Народного университета искусств, закалять характер и доказывать себе, чего стоит как художник, отправился в многотрудное путешествие в Сибирь, оказавшись одним из первых художников БАМа. Мечтал о выставке в Москве, но приговор друзей художников, дилетантизм, студенческий уровень привели к решению забыть о стезе художника навсегда. Затяжную депрессию переживал в должности оформителя в автотранспортом предприятии в Одинцове. По какой уж оформительской надобности Бабуров взял в руки стамеску, теперь никто не вспомнит. Но свету явился деревянный резной петух, подставка, под кисти, в качестве подарка, отправившийся прямиком к одному из тех друзей художников, что вынесли суровый приговор Бабурову-живописцу. И они начали восхищаться. Какая пластика! О, как это, как вот, вот Вениамин, вот наконец-то ты, вот сколько народности, какой петух, нигде не видели такого. Кружки и студии, преподавания в Немчиновской школе. В 88-м Бабурин создает любительское объединение «Московия. Город мастеров» на базе музей-заповедника «Коломенское». В живом музее в нескольких крестьянских домах планировалось обучение молодежи народным промыслам. Резьба по дереву привлекла множество учеников, но безжалостно наступали лихие 90-е. Мастеру и ученикам довелось пережить нападения, покушения, поджоги. Боролись сколько могли. После краха мечты о городе мастеров работал в храмах. С учениками создали трехъярусный иконостас Воскресенского храма Волколамского Кремля. Безвозмездно. Сын Михаил маленьким все наблюдал, как отец работает и учит других. Вырезал незатейливые игрушки, но подрастая стал помогать. Стал другом, коллегой, мастером. Сегодня создает вот такие иконы. Если отец любил широкие решения, то я наоборот в миниатюру ударился. Причем я просто, это неосознанная такая хитрость, потому что я просто знал, а это он не сможет. Отец не сдавался, поэтому он появился в Кодоре с нами. Среди учеников Бабурова оказалась Елена Платонова. В поиске нового смысла жизни решившая учиться резьбе по дереву. Встретились людьми немолодыми. Он сосредоточенный, твердый, суровый. Она из другого мира. У обоих не первый брак, но стали одной плотью. Когда в 95-м перебрались в Одинцово, в небольшом доме в Мамонове устроили школу. Сами жили в утепленном курятнике. Режиссеру Игорю Матвееву, автору документального фильма о семье художника, тогда это было непонятно. Я даже сейчас заступался за Елену Ильичну, потому что он держал ее, сам говорил, она у меня как в подомострове жена. Я говорю, ну нельзя так, ну нельзя. Подходил к ней и говорю, Елена Ильич, ну почему вы позволяете так? Она говорит, ну я же жена, я жена венчанная, и ты терпи, и ты терпи его. И я сейчас понимаю, что правильно она говорила. Мне не казалось тяжело с Еленем Ивановичем совсем, вот все 10 лет. Это был как один момент, как один миг все равно, да? Потому что вот такой человек светлый был, да? Ну ропа-то не было никогда. У нас перед пенсией не хватало, допустим, за неделю денег вообще, чтобы дожить до пенсии, до следующей, да? Ну и что? Мы все равно продолжали трудиться, это было единое целое. К вере ее привел муж, после его кончины приняла монашество. Сегодня продолжает дело мастера, создает вот такие копии Гадыновского креста. Самостоятельно вырезала крест на его могилу на Лайковском кладбище. Вениамин Иванович дал мне истоки, вот именно первые шаги в духовной жизни. Вот, то есть до этого я в храм не ходил, а вот пообщавшись, поработав у него, начал ходить в храм. Мудрый старец, вот именно мудрый старец, вот к его словам нужно прислушиваться. Он был таким. С стальным стержнем, что называется, да? То есть человек абсолютно неизгибаемый, то есть способный один там, я не знаю, сражаться со всем миром, вот, ну, воин, то есть человек, который действительно, вот, мог менять мир. Он ставил себя в один ряд вместе со своими учениками, которые делали первые шаги в этой области, в этой части искусства, только познавали мастерство. Но, тем не менее, он вот разницы между своими работами, работами учеников никогда не делал. И вот даже когда он передавал коллекцию, были названы просто предметы, которые передавались в фонды. Вениамин Бабуров был почетным стариком Одинцовского казачьего округа. К тому времени он создал немало уникальных предметов церковного интерьера для храмов Одинцовского благочения. Одинцовские казаки приезжали к нему за советом. Однажды привезли ему для реставрации Владимирскую икону Богородицы. Приехал туда, там помещение маленькое было, и прям вот ощущение такое, что как будто разбили или плафон духов, или какого-то дезеранта там, что ли, я не знаю, как это. Вот, я говорю, запах прям какой стоит, говорю, вот что это такое, Вениамин Иванович? Он говорит, да посмотри, говорит, на икону, говорит, какая она, говорит, ты же ее привез-то. Вот, я смотрю на нее, а она вся мироточит, и от нее идет чудесный вот запах ладана и миры. Вениамин Иванович, он такой пример для любого мастера, для любого человека, который с ним общался. Вот бери и делай, и не надо думать там о куске хлеба, все у тебя это будет, как-то образуется. Скончался Вениамин Иванович за созданием иконы Серафима Саровского. И хоть работа явно не закончена, но ни одной прерванной линии здесь нет. Как не прервалась его духовная связь с учениками и друзьями. Когда мы были на войне, когда мы были на войне... Выставка продлится до 29 июня. Ольга Винтер, телекомпания Одинцова.